Вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в районе стоит остро. 35 счастливчиков, получивших участки еще в конце 2011 года, единственное, чем может гордиться местная власть. Между тем, на очереди в настоящее время стоит 217 семей. Предлагаемый выход из ситуации – закупка на средства местного бюджета земель в Коломенском и Шатурском районах. Не нашла поддержки у многодетных. Между всем инициативная группа под председательством Александра Дуденкова готова доказать, что в районе есть свободные земли. Если их передадут в пользование многодетным семьям, проблема будет решена. Подробности в сюжете нашего корреспондента «Многодетные мамы» Татьяны Брыловой. Убедиться в том, что свободная земля в районе есть, поможет инвентаризация земель за последние пять лет. Один из пунктов обращения многодетных семей Ленинского района к губернатору как раз и говорит об этом. А также о том, что пора определить срок выполнения федерального закона по предоставлению земли многодетным семьям. Письмо – это второе по счету. Первое, отправленное в мае, отзыва не нашло. Но люди сдаваться не намерены. Прежде всего, не наши, а детей, земля. И если такой вели закон – давать землю, почему не дать? Как говорится, не совершать. На самом деле, добрые дела. Очень хочется. Некоторые вот с восьмого года стоят. И у меня много знакомых и друзей. Вы знаете, ни у кого, никто не предложил хорошую землю. Предлагает больше ста километров от Винного. В полях. Нет ни дороги. Вообще ничего нет. Я вот была в понедельник, например, в Мирском комитете. Мне предложили землю в Коломне. До этого предлагали в Шатуре. Но это еще, по-моему, дальше. У меня вообще вопрос. Клин, понимаете, Клин. Это вообще та сторона севера, где, я, честно говоря, не знаю, как туда вообще добираться. О том, что земли в районе нет, местные власти говорили не раз. Предлагалось закупить участки в других районах – в Шатурском и Коломенском. Но лишь единицы согласились получить землю вдали от Винного. Нас предполагают переселить в дальние эти земли. Что по определению оно не может устраивать многодетных, так как они находятся в Шатурске за 160 километров от нас, Коломенске за 100 километров. Когда были письма, и, соответственно, в устных ответах людям так же говорится. Вот если вот вам мы несколько раз предложим землю, вы от нее откажетесь, то, соответственно, будем считать, что мы свою работу выполнили и ничем не обязаны. Отец троих детей Михаил Бутусов родился и вырос на Видновской земле и считает вполне естественным желание получить земельный участок в своем районе. В очереди он стоит с 2011 года. Хотелось бы получить эту землю именно в Ленинском районе. Почему? Потому что наши корни, в общем-то, все здесь. И бабушки, и дедушки все наши живут здесь. Неделю назад председатель инициативной группы Александр Дуденков пригласил многодетных родителей на встречу, где рассказал о ситуации и о том, какие пути решения данной проблемы он видит, какие шаги предпринимает вместе со своими соратниками. Земля площадью в 37,9 гектаров есть на территории поселения Горки-Ленинский. Правда, с этим участком, которого, по словам Александра Дуденкова, с лихой хватило бы, чтобы обеспечить всех многодетных землей, происходят странные метаморфозы. Данный участок 37,9 га с кадастровым номером снимается с кадастровым учет и чудесным образом превращается в новый участок в 38,7 га, то есть увеличивается в размере. При этом глава поселения Горки-Ленинский, Котов, не обращался на снятие с кадастрового учета данного земельного участка. Как это можно объяснить по-простому? Что у нас до сих пор можно снять с кадастрового учета землю порядка 37 гектаров, а потом от подписи все отказали, что это не их подпись. Обращение к губернатору верят, видновчане поможет получить заветные участки, которые им положены по закону, и что их дети смогут расти и развиваться в близости с природой, приобретая здоровье и любовь к родной земле. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.